Добрый вечер, чат-активист! Я хочу вам сообщить, что сегодня наш эфир будет вести известный журналист из России, человек, который более 30 лет уже в журналистике, начинал еще тогда, когда в России были заложены основы демократии, и дошел до того, когда в России все эти основы были разрушены, и тогда и со СМИ, естественно, такая же ситуация. Чрезвычайно удивительный и интересный собеседник, мы знакомы лично. И я хочу вас, чтобы предвосхитить все вопросы, сразу сообщить, что Мухтар Аблязов сегодня должен был вести этот эфир, но по техническим причинам, чтобы у вас не было различных конспиративных версий, он сегодня вести не сможет, проблема с интернетом. То есть не хватит мощности интернета, чтобы вести этот эфир. Поэтому я попрошу сейчас Александра, он нас выручил, и я прошу вас дать возможность высказаться и потом уже задавать вопросы по теме. Добрый день. Сегодня мы поговорим, и я расскажу, как с коллегами попросили, рассказать вообще в целом о вопросах. И, извините, технический сбой, значит, поговорим о проблемах свободы слова и положении дела в России. Значит, пообщавшись... Ну, почему-то сообщения проходят очень короткие, но попытаемся так говорить. И так считается, что в России еще остались какие-то остатки свободы слова, журналистики независимой. Но как человек изнутри, который работал там долго, могу сказать, что это... Оговорюсь, что это мое мнение, но моя полная уверенность, что никакой свободы слова сейчас в России уже нет. И на весь ситуация, наверное, мало отличается от того, что сейчас наблюдается и в Казахстане, и в других среднеазиатских республиках. В Узбекистане, может быть, только в Туркмении, похоже, и, может, в Северной Корее. Абсолютно все средства массовой информации в России на данный момент так или иначе подконтрольны власти, подконтрольны полностью и абсолютно. Процесс этот был долгим и завершился окончательно, он, наверное, только в последние года-два. Телевидение было взято под плотный контроль в первую очередь. Это еще начал делать Путин сразу после прихода к власти, еще в начале нулевых годов. Началось с НТВ, ну и потом покатилось по всем остальным. Долго существовали, как-то пытались существовать в каком-то независимом положении, как-то пытаться выторговывать себе какие-то правила свободной работы. Интернет-издания и бумажные газеты. Ну, на данный момент уже бумажные газеты и интернет – это фактически одно и то же. Собственно, их нету по отдельности. Чисто бумажных газет в России уже нету. Власти довольно долго пытались к ним подкатывать, пытаться взять под контроль, но это было поначалу не совсем просто. Во-первых, сначала власти не очень обращали внимания на бумажные газеты и на интернет, поскольку считали почему-то, что они не очень опасны, не очень серьезны. Наверное, думали, что главный рупор – это телевидение, и телевидением можно управлять основной массой населения. Считалось, что было такое бытовало мнение, что чиновники считали, что газеты и интернет – это читают только избранные, гнилая интеллигенция, довольно узкий круг лиц, которым не представляют опасности. Но где-то, наверное, лет пять назад начался совершенно четкий такой процесс, процесс, тенденция, что в Кремле начали прорабатывать массово вопрос по взятию под контроль интернет, СМИ и газет. Решили это так же, как и было сделано с телевидением, очень просто. Если раньше многие газеты и СМИ существовали на деньги каких-то второстепенных бизнесменов или группировок деловых, некоторые СМИ пытались деньги сами зарабатывать, в общем, довольно успешно. То есть они не были богатыми, но они могли зарабатывать деньги на то, чтобы существовать, на зарплату сотрудникам, ну и на оплату каких-то там нужд коммунальных. После этого, где-то начиная с, наверное, десятого года, пошел процесс, когда власти начали через подконтрольных олигархов просто скупать все СМИ. В результате фактически все ресурсы, в свое время считавшиеся или бывшие передовыми, оказались под контролем конкретных дружеских к Кремлю олигархов. Ну, самые простые и известные, если считается, например, самая передовая газета была, которая стояла у истоков, ну не перестройки, новой оси демократические, коммерсант, например. Она была в результате ряда сделок, оказалась под контролем Алишера Усманова, который, как известно, очень дружит с Дмитрием Медведевым, но вообще близок к Кремлю. Например, газета РУ, которая тоже была в свое время независимым абсолютно СМИ, и существовала, она, между прочим, существовала довольно долго на самоокупаемости в результате ряда деловых комбинаций, которые, собственно, редакции за ними, как журналисты, как люди неделовые, следили мало. Она оказалась под контролем Александра Мамута, другого близкого Кремлю, очень дружественного олигарха. Но так случилось со всеми абсолютно, и интернет, и бумажными до сих пор выходящими изданиями. И, наверное, где-то к прошлому году, собственно, полностью более-менее самостоятельных изданий не осталось вообще. При этом прошло все, власти провели процесс этот без репрессий в отношении журналистов. Журналистов просто увольняли под разными предлогами, когда насильно, когда ненасильно, сильно делали невыносимые условия работы, причем невыносимые и не издевательские, а заставляли делать полностью идиотскую работу. Естественно, все все понимали, и журналисты понимали, понимали, кого им прислали начальников, каких владельцев прислали. Ну, поэтому, собственно, все, кто еще был, старался работать по законам журналистики классической, и они были вынуждены уйти, и, соответственно, людей уже осталось крайне мало. Независимыми можно признать, собственно, как, наверное, в Казахстане, кто что еще что-то может позволить. Это редакции иностранных СМИ, как «Радио Свобода», «Би-Би-Си». Да. Что касается, чуть вернуться к вопросу о том, как душили СМИ в России, что я уже сказал, что все СМИ были куплены олигархами, причем купленные, они покупаются часто, очень забавно, они сами олигархи даже не знают, что с этим делать. К ним приходят указания сверху, приказаны купить. Они покупают, и сами даже порой не знают, что с этим делать. И ждут СМИ, собственно, душат не сами олигархи, а после того, как из того же Кремля им в этот СМИ присылают каких-то, условно говоря, комиссаров, верных людей, верных путинцев, которые включают откровенную пиар и пропаганду. А сами олигархи при этом сидят на госзаказе, они существуют только благодаря разрешению нынешней власти что-либо делать свой бизнес и, соответственно, платить налоги, платить откаты. И покупка этих СМИ считается своего рода повинностью для власти. То, что происходит сейчас, можно сказать, что более-менее остатки свободной журналистики сейчас переместились окончательно в телеграм, в телеграм-каналы. Это сейчас стало самым большим трендом, основным телеграм-каналов довольно независимых в России. Но, наверное, сейчас несколько десятков можно. Они не очень большие, но довольно злят власти и весьма довольно агрессивны. О чем свидетельствует, кстати, вся кампания по попыткам заблокировать телеграм в России. И все эти попытки именно с этим и связаны, потому что телеграм-каналы оказались не под контрольной власти. Владелец телеграма Доров отказался сотрудничать, и, собственно, в результате пока все находится в телеграме. Хотя надо сказать, что телеграм-каналы большинство некоммерческие и существуют на энтузиазме. Говоря о телеграм-каналах, надо отметить такую вещь, что даже в таком довольно неполноценном и убогом с точки зрения средств массовой информации, как телеграм, власть его рассматривает очень, грубо говоря, очень испугалась присутствия хоть даже такого неконтролируемого канала распространения информации. Дело в том, что, например, ведущие каналы телеграм, ну, например, у них, как правило, в лучшем случае несколько десятков тысяч подписчиков. Однако перепосты на них на разных сайтах, на других ресурсах могут набирать по несколько сот тысяч просмотров, что даже для нормального СМИ в прошлой жизни свободной было довольно большим успехом. Это, в общем, показывает, что насколько свободная журналистика и свобода слова пугают власти и насколько она их боится, поскольку понимает, что это очень мощный, один из основных и мощных рычагов в борьбе с самой властью. Власть может сколько угодно затыкать рот журналистам, но она же понимает, что люди простые, они все вокруг видят, все понимают, видят, что сокращаются зарплаты, что вокруг сплошной идиотизм происходит, видят дикое воровство, происходящее вокруг. Например, жители Москвы, собственно, те, кто живут, они гости столицы, они видят это очевидно, когда дороги перекладываются каждый год везде, меняются бордюры. Это уже стало любимым анекдотом о том, что бордюры в Москве стали самым скоропортивающимся продуктом. Если об этом не сообщают кремлевские СМИ, это же не значит, что люди этого не видят. И когда по этому поводу начинают сообщать и смеяться, откровенно издеваться в телеграм-каналах, власть, видно, как она этого пугается и дико боится. Нормально? Часто всех интересуют теперь вопросы, в России вообще много где, как в условиях, в таких условиях, куда дальше будет развиваться журналистика, классическая журналистика, которая гарантирует свободу слова, которая является одним из гарантов демократического развития. Но вот на данный момент все ушло в телеграм, что будет дальше, на самом деле, большая загадка, поскольку все с учетом развития новых технологий, это становится малопредсказуемым. Например, лет пять назад мало кто вообще мог предполагать, что действительно все уйдет в телеграм, и телеграм наберет такую популярность. Считается, что одним из другим способом развития независимой журналистики могут быть соцсети. Блогеры, которые там многие пишут, пользуются, пытаются набирать тоже себе просмотры и становятся довольно даже коммерческими успешными проектами бизнеса на блогерах. Он в России, кстати, довольно успешен, многие делают. Но дело в том, что само блогерство и сам блогер, и журналистика – это не одинаковые вещи. Их нельзя… Они довольно близкие, и тот, и те, и другие распространяют информацию. Но журналистика тем и отличается от и блогеров, и людей, просто любящих порассуждать о том, что у журналистики есть свои законы. Законы сбора информации, анализа, проверки информации, реагирования на ошибки. Журналист, даже если не действует закон, он все равно несет сам по себе внутренне определенно ответственность за свою информацию. Недопустимо распространение, самое простое правило – недостоверная информация. Вся информация должна проверяться как можно из больших источников допустимых. Собственно, в этом и есть отличие от блогеров, что блогер, если он что-то узнал, он не обязан проверять и не несет перед этим ни перед кем никакой ответственности. Кроме того, есть такой в России образовался феномен, или феномен, как правильно. Когда журналист… В продолжение «Куда еще может идти журналистика?» Наметился такой определенный феномен в России, что как бы то, чем должны… То, чем должны заниматься журналисты, стали заниматься политики оппозиционной. Речь в данном случае идет об Алексеи Навальном. К нему можно относиться как угодно лично, личное дело каждого. Я, например, весьма так подозрительно и с опаской отношусь. Но то, чем он занимается и чем обеспечен во многом его успех, то, что он занялся, собственно, журналистикой. Те расследования, которые они делают, вроде как «Он вам не Димон», про «Сыновей Чайки» и многие другие, это и есть, собственно, классическая, западная, я бы сказал, даже, можно сказать, такая желтая журналистика в определенной мере, которая играет не только конкретными сухими фактами, но и так довольно игриво заигрывает и показывает все это. В этом смысле, конечно, Алексей Навальный взял на себя функцию, большую функцию журналистов, которые в России перестали этим заниматься окончательно, в силу того, что им просто негде этим делать, и некому, и абсолютно все другие каналы информации задушены полностью. Куда это в результате вывернуть, сказать сложно, и будет ли успех Навального, а дальше он сможет продлить, я сомневаюсь, поскольку он занимается, это вообще довольно узкий, узкая специализация в журналистике, то, что он делает, большие такие ударные расследования, но журналистика, по большому счету, на самом деле, это такая каждодневная кропотливая работа, информирование обо всем, и вот эти вот большие расследования, это лишь такая верхушка всего этого, это винят все кропотливые, долгие работы, которые занимаются многие люди. А Навальный в данном случае как бы несколько использует то, что потеряли другие СМИ, у него работает, да, довольно хорошая команда, но эта команда работает исключительно несколько недель или месяцев только на один результат, что скорее это не журналистика, а такие журналистские разовые проекты. Говоря о том, что еще можно делать в этой ситуации и в Казахстане, и в России, в общем, ситуация самая простая, что журналист, журналистик не умрет никогда, это не случайно, это самая древнейшая профессия, люди будут рассказывать о том, что происходит на самом деле, это в природе людей доносить информацию и правду, другим рассказывать. Так вот, что здесь может быть? Куда может двигаться дальше свободная журналистика? Как выживать в этих условиях, в тоталитарных режимах? Самое простое это попытка организации через оппозиционные СМИ, которые могут существовать, ну, как-то существуют, использовать с помощью тех же блогеров и активистов, которые восполнят дефицит информации. Если власть перекрыла доступ к информации, не сообщает правды, не запрещает или исключает возможности журналистам где-то что-то узнавать, то самый простой способ, и железный, и безотказный, когда активисты, сторонники оппозиционных движений становятся, грубо говоря, своего корреспондентами, которые каждый понемножку сообщает свою информацию эксклюзивную, ту, которую он так или иначе в силу каких-то причин имел доступ. Я не знаю, увидел что-то из окна, услышал от коллег, от приятелей. То, что представляет какое-то большое значение, ну, жизненное, как мы все понимаем, для страны. Например, это может быть, условно говоря, ну, если кто-то сообщает, видит, ну, например, мы не знаем, как живет наш президент, как он ездит, и любой президент страны. Но он ездит, его люди, многие видят, и законы, видят его кортежи, знают, где и как он, что передвигается. Об этом просто рассказать, и всю эту информацию могут сводить такие оппозиционные сайты, так и наш сайт Активист ДВК. Ну, еще такой вопрос, обсудить, сказать вообще принципиальный, который, как бы считается, мало обсуждается. Вообще, зачем вообще нужна свобода слова? Итак, что такое вообще свобода? Зачем вообще нужна свобода слова, и почему она важна для людей? И почему власть закручивает гайки и ограничивает свободу? Дело в том, что, запрещая распространение информации, грубо говоря, можно... Ограничивая свободу слова, власть запрещает, собственно, распространение мысли, что является для... Человек не может не мыслить, все думают. Соответственно, фактически они запрещают мысли. Они делают людей, которые рассказывают о своих мыслях, приравнивают к преступникам. Загоняют их в подполье. Собственно, приравнивая... Ну, а подполье действует по своим негласным законам, законам, грубо говоря, криминальным, где действуют свои собственные законы. И это, как показывает исторический опыт, истории вообще, все это всегда приводит к свержению власти. Но самый классический пример, если взять Российскую империю и революцию 1917 года, чем занималась царская... царские власти? Они все время запрещали и боролись с запрещенной литературой. Сидели, ходили с обысками, ловили газеты, книги запрещенные. Ну, соответственно, они запрещали мысли и знания. Но в результате все те, кто распространял эти мысли и знания, в подпольные, жили в подполье. Власть потеряла над ними всякий контроль. И в результате, собственно, эти люди, которые были в данном случае большевики-экстремисты, ну, конечно, люди крайне радикальны, они просто эту власть свергли. И власть сама рухнула, поскольку она занималась ничем, чем надо бороться. Поэтому чем больше власть закручивает гайки, ограничивая свободу слова, тем больше она сама себя загоняет в тупик. Она вынуждает себя и свои карательные органы заниматься и ловить людей, которые занимаются распространением простых знаний, мыслей. И, соответственно, они теряют им некогда заниматься более серьезными делами, смотреть на более серьезные угрозы самой власти. И власть в результате неизбежно просто обречена на провал. Касаясь ограничения свободы слова, это наглядно показывает, то, чем сильнее власть пытается забить СМИ, ограничить свободу слова, заставить людей не говорить, не делиться. Чем сильнее эта власть делает, тем это очевиднее показывает, насколько она слабее. Соответственно, если власть, ну, просто сильный человек не будет бояться каких-то слов. Если власть боится слов, значит, она крайне слаба и крайне пуглива. И поэтому здесь возникает вопрос, стоит ли заниматься только разоблачениями самой власти. На самом деле, разоблачения власти, конечно, должны быть, хотя разоблачения это условное. Потому что, если, например, у нас сообщают о том, где проводят отпуск президент в России или в Казахстане, это разоблачение, то в любой демократической стране это не разоблачения нет, это информирование общества, и в этом самое обычное дело. Знать, чем занимаются там разные чиновники, глава государства или еще кто, или на какие деньги они живут. Если во всем мире нормальным цивилизованным это естественное право знать, чем занимается власть, то здесь власть, почему и ограничивает по свободу слова, потому что она знает, что она делает нехорошие вещи в общечеловеческом, с моральной точки зрения. Сама власть знает, что она преступна. Именно поэтому они и ограничивают, пытаются всем заткнуть рот. Но при этом нельзя ни в коей мере здесь ограничиваться разоблачениями самой власти, потому что помимо самих чиновников есть огромный объем информации, который показывает общее положение дел страны, настроение граждан, такая текущая повседневная информация. Собственно, вот это вот распространение информации, повседневной, об обычной жизни, именно достоверной. Не рассказывать о том, как у нас растет и колосится, и насколько растут зарплаты, в то время, как они на самом деле падают. А именно достоверной информации, самая простая, является не менее важной, чем разоблачение каких-то конкретных действий чиновников, поскольку информация, это не менее еще, наверное, даже более опасно для власти, чем попытки их чем-то улечить. И рассказывая о повседневной жизни, ну, во всех аспектах, экономике, политике, это не... Еще более, наверное, не менее сильное разоблачение власти, которое показывает о том, к чему на самом деле приводят ее, там, неразумные или преступные решения, или наоборот, отсутствие интереса к жизни страны. Это, например, сейчас в полной мере касается скандала, ну, вот в России идет скандал по поводу повышения пенсионного возраста. Простые расчеты, простые для власти оказалось больше всего... Ну, вот российские власти сейчас наиболее болезненно реагируют на самые простые расчеты, которые рассказывают, сколько у нас пенсионеров, до скольких лет они доживают. Сколь, что, например, в России до 65 лет доживает всего лишь чуть больше половины мужчин. Собственно, это, наверное, никуда не менее сильное разоблачение вот этого решения власти попыток, чем выяснение, куда же они на самом деле хотят поотправить вот эти вот украденные за счет реформы пенсионные деньги. Поэтому в данный момент, ну, вообще в журналистике, наверное, повседневная такая, ежедневная, рутинная работа, это является, наверное, ну, собственно, это и представляет журналистику и то, что может, в конце концов, добивать власть и заставлять ее реагировать и, в конце концов, уходить. Вот спрашивают, насколько ли независима «Медуза» и действительно она независимый ресурс. С одной стороны, «Медуза» вроде как и независимый, насколько это известно, редакции работают за границей. Но, судя по тому, что делает и пишет «Медуза», очень многих людей, я знаю, вообще в России часто возникает вопрос, вообще зачем это и кому нужно, потому что то, что на самом деле делает «Медуза», можно спокойно делать, сидя и в Москве, и не чтобы им никаких угроз и никаких препятствий для этого не чинили. Они не делают чего-то сверхъестественного. Куда как больше и более резко выступали другие СМИ, например, даже тут же, например, «Коммерсант», до сих пор, в котором царит уже установлена довольно серьезная цензура, он куда как более такой резкий, живой и более информированный, например, чем «Медуза». Зачем, почему и так происходит, на самом деле это большая загадка для всех в России. Например, я никто не представляю, зачем это и кому это нужно, и вообще кто стоит за этим проектом. Там назывались разные фамилии олигархов, но до сих пор это на самом деле довольно такая загадка. И вообще ресурс из-за этого получается довольно непонятный, невнятный и непонятно, кому, для кого и зачем он работает. Что касается других независимых, то, да, наверное, уже их практически не осталось. Только что вот я уже говорил, наверное, там, голос Америки, то, что чисто западные СМИ. Что касается дальнейшего развития СМИ, возможно, хочу сказать, что на самом деле до недавнего времени я сам, ну, я находился в России, не знал о вашем чате. И, возвращаясь к вопросу свободы слова, извините, прервалось, хочу сказать, что на самом деле такого, как чата, как активист ДВК и то, что вы здесь делаете, даже не представляло. В России, на самом деле, такого даже близко нету. Наверное, это может быть как один из дальнейших развитий их каналов распространения и обмена информацией. Но не знаю, почему на самом деле в России этого не делают. Хотя здесь, наверное, вопрос простой, что в России оппозиция очень разрознена оказалась. На самом деле все, кто существует, и, ну, известны как противники власти, можно перечислить, там, Ходорковский, все олигархи, их довольно много, кто присутствует в Лондоне, Каспаров, кто, ну, кто противодействует путинскому режиму, они на самом деле между собой никак не сотрудничают, и, наоборот, даже занимаются жесткой такой конкуренцией. И поэтому, наверное, поэтому в России пока такого нету, и, наверное, надо, я уверен, что, наверное, скорее всего, будут принимать этот опыт. Вот по поводу вопроса, по поводу, стоит ли объединить усилия оппозиции России и Казахстана, ну, на мой взгляд, безусловно, конечно, стоит, и странно, жалко, вернее, что этого не произошло до сих пор. И вообще, что оппозиционные движения, ну, бывших советских республик, они не практически никак не сотрудничают. Хотя, наверное, это, если бы кто-то предпринял такие усилия, это был бы очень сильный удар по властям обеих стран, ну, тех, кто объединится, представители которых. Потому что все режимы постсоветские, тоталитарные, они существуют по одному принципу, друг на друга опираясь, используя во всех контекстах, кто сильнее, кто слабее, но каждый получает от них свою выгоду, респект. Естественно, что, когда очередной из режимов такой меняется и падает, то, естественно, это очень сильно влияет на другую страну, сильно бьет. Если, например, безусловно, я уверен, что если в силу каких-то причин, не важно, что скоро или, ну, скоро, например, сменится, падет власть Путина, а если, например, с Путиным что-то случится, он отойдет от власти, его режим рухнет, как карточный домик. Естественно, это автоматически отразится на всех других республиках, и в Казахстане, и в Узбекистане совершенно точно, и как-то в Туркменистане, потому что они потеряют и политическую, во многом смысле финансовую, и военную поддержку. И вот эти вот все вещи, они это потянет за собой, как клубок начнет разматываться. Естественно, объединение усилий оппозиции разных, ну, бывших республик и стран СНГ, это, конечно, это была бы очень здоровская и хорошая вещь, но трудно пока понять, наверное, кто-то должен сделать первый шаг и попробовать. Спрашивают, как я вижу и отношусь к провластных блоггерам, я не очень до конца вопрос понял. Но провластных блоггеров отличить очень просто. Когда люди начинают нести провластную чухню, которую действительно, кроме как чухню, назвать нельзя, которые рассказывают о том, как все хорошо, начинают нести штампами о том, что мы встаем с колен, нас всех уважают, или мы всех пугаем, или еще что-то, несет какую-то абстрактную такую пропагандистскую чушь, это сразу видно, что человек провластный блоггер. Впрочем, как и СМИ все говорят, между ними разницы практически никакой. Ну а все эти провластные блоггеры существуют, сидят на бюджетные деньги в России совершенно это... В общем, никто этого особо и не скрывает, все это все знают. Если поискать, в интернете много довольно разоблачений, кому и сколько, как платится денег. В Москве, например, известно, было много довольно расследований, ну и даже не расследований, таких утечек информации о том, сколько денег тратит, например, мэрия Москвы Собянин. Там десятки миллиардов, которые они тратят и на свои провластные СМИ, и значительная часть из них идет тем же провластным блоггерам. Причем очень смешно наблюдать, когда есть блогеры, которые сидят не на зарплате, а на таком аутсорсе, то есть им гонорары своего рода платятся. Например, один известный блогер рассказывает, это очень смешно, они вдруг начинают рассказывать, как Москва стала хорошей, красивей, как в Москве стало удобно жить. Потом вдруг те же люди начинают рассказывать, что в Москве жить невыносимо, что это просто ужас какой-то, но сразу видно, были у них деньги, платил, получили гонорар, потом им отказали в гонораре, а они вернулись на свою обычную человеческую позицию. Это очень легко отличить, это видно просто, просто даже не надо к этому присматриваться. Ну, на последние, по поводу последних событий в Армении, как отреагировала власть и оппозиция на события там, ну, отреагировали совершенно естественно. Власть на данный момент, по крайней мере, в последние дни, она этого, видимо, не очень ожидала и своего рода испугалась, и поэтому этот вопрос вообще замалчивается. Об этом официальные СМИ мало говорят, что там происходит, тем более по поводу ордера на арест этого бывшего ОДКБ Кочаряна. Он действующий глава, да? Главы ОДКБ Кочаряна, это тем более такой симптом, которого никто не ожидал, и поэтому власть даже не знает, как реагировать. С одной стороны, Армения как бы наш друг, она входит в Евразес, ЕАЭС, это союз экономический враг, наш лучший друг. Россия, собственно, поставляет оружие, гарантирует мир с Азербайджаном, и поэтому власть избрала пока способ замалчивания. Они не знают, что по этому будут сказать, и помалкивают. Оппозиция отнеслась тоже, в общем, без особого, ну, какого-то восхищения, поскольку это скорее от зависти. Все на самом деле говорят, как здорово получилась оппозиция Армении, и очень печалится, что ничего не могут сделать российская оппозиция. Поэтому, с одной стороны, оппозиция большей части вроде как приветствует, но тоже по этому поводу как бы, ну, не обсуждает. Ну, это естественный процесс, и говорят, да, здорово у них получилось, но надо жить дальше, нам самим что-то надо делать. Ну, и теперь, на самом деле, единственное, что все оппозиции с беспокойством смотрят, что будет дальше, как не придумают ли какой-либо очередной пакости Кремль против Армении, и что там произойдет. Есть такие опасения, такие очень большие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, а если так подводить итог всей ситуации с свободой слова и журналистики, то, что происходит и в России, и в Казахстане, то, на самом деле, несмотря на все вот эти вот... С одной стороны, как бы кажется страшно, что власть закручивает гайки, все пытается запретить, закрыть. На самом деле, это показывает о том, что, наоборот, собственно, те, кто оппозиция, те, кто пытается действовать, обходить все запреты, находятся на правильном пути и показывают, что власть как раз... Насколько власть дико боится свободы слова, свободы выражения мыслей, совести. И поэтому, даже если... То есть, все равно, все вернется на круги своя к тому, что начиналось в 90-е годы. Других вариантов просто не может быть. И в силу, например, если брать Казахстан, то вопрос тут довольно... Даже перспектива историческая не очень далекая. Назарбаеву уже 80 лет, и понятно, что даже если не произойдет его уход в каких-то в силу внешних причин, но природа свое возьмет, и он никуда не денется. Понятно, что он уже человек очень старый, престарелый, и недолго ему осталось. Поэтому... А режим его завязан исключительно на него персонально, на его родственников. Не будет его, и вряд ли уже что-то может вернуться. Начнется... Действует всегда во всех странах, много видно и известно, как это было. Начинается драка за власть, в которой, собственно, все эти волки... Гнусь, которая сидит у власти, они начинают грызть друг у друга, пытаться друг у друга урвать кусок, и сами себя, собственно, пожирают. Поэтому... То же самое. Ну, Путин моложе, но и у него ситуация довольно тяжелая, поскольку сейчас он явно теряет ситуацию. Ну, вот сейчас даже летом, в тихое время, ситуация у него явно выходит из-под контроля, и видно, что власть потихонечку тоже пугается. И пугается, и помимо того, между прочим, Путин, если внимательно смотреть, даже читать сайт Кремлин.ру, собственно, о том, что он рассказывает, что, как он себя ведет, видно, что он тоже, в общем, уже слабо адекватен. Ну, какие-то в полную ахинею несет. Поэтому очевидно, что режимы близки так загнивают, и готовятся, ну, грядет какие-то большие перемены. Единственное, что здесь можно делать нам, кто занимается журналистикой, и журналистика никогда не умрет. Я еще раз скажу, это вторая древнейшая, и будет существовать долго, и рассказывать правду, рассказывать новости, это совершенно вечное занятие. Это суть, одна из суть вообще развития человечества, человека. Поэтому очевидно, что, в общем, надо только работать, работать и работать, и в конце концов, в общем, довольно скоро, особенно, когда начнутся какие-то перемены, журналистика снова будет иметь огромное значение, огромную власть. Сейчас видно, как власть ее боится, а тогда будет очевидно, что она уже, журналисты будут во многой мере определять правила для приходящих на смену нынешним властям. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, последний вопрос задали о том, что можно сказать о Ксении Собчак и ее канале. Ну, наверное, тут можно сказать, что за Ксению Собчак говорит сам факт ее биографии, о том, что она хороший знакомый Путина, Путин из семьи Собчака, они были вместе но это скорее всего ничего она из себя не представляет человек зарабатывает все деньги веселится, работает для своего удовольствия делает себе славу ну собственно больше ничего и о нее не происходит к свободе слова она мало отношений имеет, она говорит это исключительно только тогда, когда ну ей это интересно выгодно ну играет на этом ну вы думаете где быстрее пойдет вопрос, где быстрее пойдет власть в России или в Казахстане сказать сложно здесь можно этого никто не может сказать и здесь и там есть свои причины и есть свои доводы в том, что она может и там быстрее упасть и там с одной стороны это возраст Назарбаева с другой стороны уже явная неадекватность Путина который очень сильно в этом смысле обогнал Назарбаева ну на этом наверное мы закончим огромное спасибо вам за внимание до свидания так и все спасибо 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...